Большое спасибо, значит, еще раз Кракен за еще донат и за то, что мы, значит, послушали Life in Chinatown группы легендарного Jimmy FM, которая называется Look, I'm Your Father. Собственно, я послушал, ну, я удивлен тому, опять же, что это уже лайв даже не студийный, а концертный. Он настолько хорошо звучит, хорошо записан. Это, скорее всего, поканалка, это, скорее всего, там, опять же, как-то талантливо, тщательно было сведено, и с этим были заморочки. Chinatown, что-то знакомое, это, ну, скорее всего, на Китай-городе и находится, да, этот клубешник. И, может быть, даже я то ли там же, то ли рядом где-то точно выступал именно даже там же, может быть. И что можно сказать? Я, если честно, даже больше задумался, ну, понятно, крутое музло, все здорово, все хорошо звучит, хороший лайв, все огонь. Я больше задумался, а что все-таки, интересно, привело к тому, что в итоге, в конце концов, появился, так сказать, знаменитый роковой альбом «Сонный паралич». Вот, ну, да, в принципе, это и была рецензия. Надо вот то, что я говорю после, просто записывать как отдельным роликом еще и наговорить, что это и есть рецензия. То есть, интересно, что все-таки привело к этому. И, ну, ну, собственно, я не очень точно помню, когда он вышел, этот альбом, и сколько Джимми лет, какого он года рождения, я реально не помню, типа. Ну, там не нужно долго думать, это, скорее всего, 27-33, скорее всего, ближе к 27, типа, годам. Ну, скажем так, по многим разным и мифологическим, и, там, прочим причинам между этими возрастами, типа, у людей происходит некая очень кардинальная перемена в жизни, я бы так сказал. И она иногда очень неприятная для творческих людей, музыкантов особенно, там, чувствующих, ну, типа, «Клуб 27» мы все знаем, как бы. Вот я, когда мне чуть-чуть, чуть раньше, я поторопился, как всегда, чуть раньше, чем 27, мне 26 было почти 27. И, собственно, я, походу, примерно понял вообще, что же это за дерьмо такое, и насколько же это опасно, если ты еще и в придачу к своему, скажем, ну, таланту, да? Если ты еще в придачу, ну, скажем, что-то употребляешь и так далее, и, скажем, в жизни что-то, ну, странно складываться начинает вот так. Так, тяжелый момент, тяжелый период. И там, ну, типа, мне даже было, говорю, очень болезненно слушать. Я удивлен тому, насколько все было круто, жизнерадостно вообще, и действительно просто балдежно, талантливо, качественно сделано еще тогда. Да, ну, и опять же, я не знаю, единственная причина, почему это не культовый, там, условно, как ГКНР проект для меня, ну, может только, типа, вот, наверное, тем, чем отличается от ГКНР. То есть, там, может быть, клипа какого-то не хватило, связей каких-то, либо, может, все-таки русский язык стоило бы попробовать с таким узлом как-то сделать, хотя, ну, это была бы странная комбинация, но вот оно, как бы, это уже был бы сперва крин, что потом понимаешь, что лютая база, типа, вот. И я бы, что-то такое мне хочется делать на русском языке, на самом деле. То есть, у нас с ним как будто все как-то очень странно так перекликается, да? То есть, что и YouTube, и музло, там, значит, все равно похожие, любовь к похожей музыке. Мы на одной репетиционной базе репетировали с Look on Your Father, типа, и вот в местах, видимо, бывали каких-то похожих. Так что вот, ребята, как говорится, Матрица дала сбой, вот, и Матрица дала бой. Это очень занятное, интересное наблюдение, вот. Вот, ну, я пока эмарский какой-то жесткий, типа, душераздирающий альбом не планирую, вот. Но, кто знает. Вот, ну, собственно, надеюсь, сойдет за рецензию. Мое почтение, спасибо большое за дно.